Здравствуйте, друзья! И мы возвращаемся в Prison Architect. И прежде всего я бы хотел сказать, что я принял решение, что данная серия будет в текущем цикле роликов по Prison Architect последней, вне зависимости от того, удастся ли нам с вами устроить здесь бунт, будь он уже проклят. Так, и начнём мы, пожалуй, со сноса действительно одиночек. Так, сносим одиночки и удаляем их, удаляем их, в общем, как помещение. Всё, я заказал снос одиночек, это может привести к тому, что у меня действительно перестанут одевать наручники на моих заключённых. Ну, правда, я не знаю, снимут ли наручники со старых, но, по крайней мере, на новых можно ожидать того, что перестанут одевать браслетики. Так, следующий момент, я решил демонтировать, и, кстати, для тех, кто, допустим, там, испугался, что, а, больше не будет Prison Architect, да нет, Prison Architect будет, но тогда, когда, в общем, в игре появится... Ого, а чё это нормально, к ним график вернулся, зашибись, nothing, 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 Никакого двора, спать поменьше, Сон для слабаков, вы должны быть сильными... О-о-о, смотрите, 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 ха-ха-ха, красавчик, а, убёг. Так, ладно. И, ладно, давайте действительно попробуем сделать побольше свободного времени. Вот, жаль, что нельзя так выделить и потянуть просто свободное время. Ну, не знаю, давайте... Вообще, всё остальное время у них будет свободное. О, смотрите, ещё один бежит. Красавчик, а? Лучше бунт устроили, блин. Бесполезный, зэки. Так вот, о чём я хотел сказать, что в игру я обязательно вернусь, но тогда, когда в ней появится какой-то новый контент, который можно будет продемонстрировать, так что ожидайте. Так, что-то у нас тут с наличностью-то всё не очень хорошо. Ну да ладно. Следующий шаг это отрубить водоснабжение. Дисментал. Делаем водяного насоса. Следим, значит, за этим. За дисментлом водяного насоса. Я его на дверь отправил? О, да, я его отправил на дверь. Ух ты. Демонтаж водяного насоса приведёт к тому, что по всей тюрьме начнут сверкать чудесные светло-голубенькие капельки, символизирующие нам отсутствие, собственно говоря, водоснабжения. Прошу прощения с тавтологией. Так, ну давайте уже скорее. Так, что, пошло? Пошло, сейчас вода... Сейчас вода в трубах закончится. Во! Во, началось. Смотрите, всё. Ему же сейчас в туалет-то не сходить. Душ не... Ну, душ им давно не принять. Но самое главное, что не сходить в туалет, конечно. Это резко, я думаю, должно снизить их уровень довольности гигиеной. Ну и... Не буду делать демонтаж генератора. Я сделаю просто демонтаж парочки конденсаторов. Для того, чтобы у меня возникла перегрузка. Я подумывал над тем, чтобы построить камеру казни. Но, знаете, лишняя морока, при том, что всё равно я хочу спровоцировать бунт. Хотя, быть может, действительно камера казни, она бы и... Повлияло положительно на разжигание бунта. А давайте... А, ну, в любом случае, даже и денег-то на неё нет, на самом деле. Давайте посмотрим, а сколько стоит, собственно, электрический стул. Пять тысяч. Не, у меня таких денег нет. Так что, ребята, камера казни. Ну, может быть, пока, но отмени... Нифига себе, что же у меня тут? Так. Электричества хватает, да, пока все? Ничего себе. Так, ну ладно, давайте ещё один конденсатор снимем. Я, честно говоря, не думал. То есть это у меня такой дичайший профицит конденсаторов был. Мне столько и не надо было вовсе, оказывается. Ну ладно. На будущее будем знать. Тут вот графические косички, некоторые связанные с тем, что мы всё-таки играем в альфу седьмую, напомню. И опять это письмо. Да сколько ж можно-то, а? Вот каждый раз его удаляешь. Так. Всё. Переходим на свечки. Отличненько. Мне нравится. Ну уж теперь-то они начнут разжигать костры для того, чтобы камеры осветить, надеюсь. Сколько ж тут кровища-то, а? Кровавый коктейль. По-моему, я тут у кого-то нож, чтобы что видел, в руке. Я вот подумываю над тем, что, быть может, всё-таки им стоит сделать обеденное время небольшое. По той причине, что они тогда в столовой начнут притыривать ножички. Так что давайте-ка я им сделаю, допустим, с 10 до 11 обед. Зато они тогда будут уходить оттуда вооружёнными. Потому что иначе-то они туда просто же не попадут. Ну что, ребят, ну, как-то я не знаю. То, что меня больше всего удивляет, это, знаете, факт того, что они сейчас, ну, просто-таки, дико спокойны. Понимаете? У меня 100 зэков. Так, давайте посмотрим. Мне тут рассказали, что можно уволить мёртвых, но позвольте, как же это сделать? Ребят, судя по всему, те, кто писали, что можно уволить мёртвых, меня дезинформировали. Либо объясните мне, как это сделать, потому что ни тут в меню нет, ни в меню персонала нет возможности уволить мёртвого. Ну, можно уволить раненого, но раненый он свой функционал всё ещё исполняет. А ещё мне интересно, можно ли выгнать заключённого. Так. Судя по всему, заключённого выгнать нельзя. Во, вот смотрите, началось брожение. Наконец-то. Будем наблюдать с высоты птичьего полёта. Давайте ещё уволим одного работничка. И посмотрим, а что же я могу сделать с заключёнными. Вот у меня какой-нибудь, ну не знаю, вот этот, скажем, мёртвый. Тоже ничего не могу сделать. Очень жаль. Ну ладно, что ж остаётся-то. Остаётся, как всегда, только ждать, пока они начнут жечь костры. Так. Я не знаю, ну что ещё сделать? Что я, как говорится, могу? Хотя, ну нет, сейчас, вы знаете, возвращать им электричество, это, мне кажется, с моей стороны было бы недальновидным решением. И демонстрацией слабости. Так. А, так, это ладно, это трупик. Вот тут что-то с этим охранником, он мне не нравится. Давайте-ка его вылечим. Медсестричка? Да, отлично. Эм... О-во-во, смотрите. Молодец, открыл. Так, подлечили. Замечательно. И даже зэка подлечили. Хорошо. Это символизирует, что у нас очень дофига заключённых, но где-то там один затесался, всё-таки обедик готовый. Ну, продукты же у них есть. Значит, они, в принципе, готовить могут. О, это труп. А это? Это живой. Куда бы мне тебя депортировать-то, живой? Ну, наверное, в общую камеру. Куда тебя ещё девать-то? Только в общую. Сюда. О, они тут по дворику гуляли, скучали, ребятки. Ну, тогда два наручника. Тоже сюда куда-нибудь. Кристофер Кенвей, иди сюда. И... И... Где же ты как-то поймать? А, вот. Шэмблс. Линдер Шэмблс Хэмбли. А можно так нескольких зэков выделить? Не, нельзя. Но их постепенно, кстати, надо заметить, уводят. А могу ли я их в камеры назначать, если камера уже занята? Вот в этом я не уверен. Ладно, иди туда. О, сейчас новенькие прибудут. Ждусь не тер... Вот, вот этот парень мне не нравится. Найф Джоб. Работа ножом. Адам Салрин. Любитель ножичков. Вот эта камера. Свободно, ты её и займёшь. Ну, что тут он? Застрял в дверях, что ли? Вот, за ним пришёл надзиратель. И его сейчас уйдут. А эти ребята, они тщетно ожидают, видимо, обеда в столовой. Но он не поступит, потому что ещё не подошёл график. Быть может, мне стоит отсюда убрать охранника, потому что... Они, наверное, перед охранником как-то себя вести лучше начинают, что ли. Знаете, честно говоря, я удивлён тому факту, что они у меня так спокойны. Казалось бы. Ну, хотя как спокойны. Вот, например, беглецы. Вот он с ножом. Отхватил только что люлей. Ну, я не знаю, где же бунт? Где вот это вот... Недовольство. Я хочу видеть пожары. Я, наконец, хочу видеть пожары. Я ни разу здесь не видел пожары, взрывы и взятия заложников. Это всё я видел только там в роликах от разработчиков. Неужели здесь гораздо сложнее проиграть, чем... Ну, условно проиграть, чем условно выиграть? Я играл как-то давным-давно. Знаете, когда ещё были пейджеры. На них были различные игры, как вот сейчас на мобилках. Там, на одном пейджере, который мне попал в руки, была такая игра, казино. Ну, вот, аппарат для всяких там вишенки выпадают. И особенностью данной конкретной игры на этом пейджере было то, что все, кто играл, пытались проиграть. Потому что проиграть там было невозможно. Там можно было просто нажимать на кнопку, там, вертеть барабан, там, или что-то в этом духе. И вы в любом случае оказывались в плюсе. И вот у меня здесь, я вот... Что я только не делаю... А они, блин, спокойны. Понимаете? Мне кажется, надо действительно персонал охраны урезать. Но, с другой стороны, это, опять же, я об этом задумывался. Но это же палка о двух концах. Потому что... Это приведёт к тому, что просто... Меня, например, меньше народу будет водить заключённых по камерам. Меньше народу будут открывать, собственно говоря, различные двери. Поэтому какой-то персонал охраны в любом случае нужен. Да и мне лично неизвестно, как они здесь... Ну, как нарастает их недовольство. Например, недовольны ли они там количеством охраны, вниманием охраны. Потому что мне кажется, что наоборот. Если режим строгий, то должно быть больше недовольства. Именно действиями охраны. Но, опять-таки, повторюсь, что... Мне вот точный ответ неизвестен. Поэтому я судить не берусь. Ну, я ладно. Поувольняю несколько. В общем, мне интересно, они просто так исчезают? Да, они исчезают просто так. Странно, конечно, но... Но, ладно, неважно. И вот вроде... Казалось бы, массы волнуются. И... Гиены недовольны. Ну, конечно, они живут тут, не знаю, в восьмером на квадратном метре среди трупов охранников. Без возможности нормально посетить санузел. Естественно, они недовольны. Но, ребята, блин, если вы недовольны, выразите свое недовольство бунтом, пожарящими, взрывами и взятим заложников. А не просто вот таким вот... Оп-оп-оп, смотрите, я недоволен, я выпускаю беленькое облачко с картинкой. Будь мужиком. Будь мужиком. Взорви стену. Но нет. И, кстати говоря, мне тут кто-то писал еще про мастерские в рамках тюрьмы со станками. Но, знаете, напишите мне, где эти станки, потому что, честно говоря, я их не обнаружил. Тут просто-напросто нет станков. Но давайте еще раз посмотрим. Бенч — это не станок. Это лавка. Да? Вейд-бенч — это скамейка со штангой. Это тоже не станок. То есть здесь пока нет оборудования, на котором могли бы работать заключенные. Ну или, во всяком случае, я такового не обнаружил. Может быть, я не прав? Пожалуйста, укажите мне тогда в таком случае на мою ошибку. Что здесь? Массовое бегство? Попытки. Попытка массового бегства. Была у меня идея еще выстроить так называемый путь к свободе, через который бы все бежали. Но, ну, посмотрите, на самом деле, эта идея, наверное, не очень хорошая, потому что... Ну вот у меня сейчас есть, грубо говоря, вот этот путь к свободе. Они, в общем-то, в него и стремятся. И чем все это заканчивается? Тем, что они получают дубинкой по репе и остаются здесь стоять в наручниках. Незрелищно. О, стоп, о, смотрите, поножовщина. Что-то у меня докторов много. Многовато докторов. Уволим парочку. Пусть остается два доктора. Ладно, один доктор. Что-то как-то эти двое даже и то бегают и очень эффективно лечат. Все, у меня будет один доктор такой, фельдшер. Задача этого единственного доктора будет фиксировать время смерти. Я слышу, что кто-то здесь поножовщину устраивает. Но я не могу понять, кто... А, ну вообще-то... Тут, в общем-то, и не один человек поножовщину устраивает. О, давайте. Давай, добей охранника. Вали его. Валите охрану. Медсестричку тоже. Все, что ли, успокоились? Зашибись. Так, стопа. Почему у меня по-прежнему два доктора? А, один мертвый. Ну ладно, тогда пусть два будет. Не, ну вы на них посмотрите, а. У меня такое ощущение, что у меня какая-то христианская тюрьма, потому что... У них нет ни воды, ни света. У них есть только вон в индивидуальных камерах книжные полки с библиями. И они, ну хоть бы чё, ну только вот в общике подрались на ножах. Ну это что? Ну это же детские игры какие-то. Ну это же не серьёзно. Что мне с ними делать? Нет, честно слово, вот если не получится к концу этой серии устроить бунт, то, в общем, на этом наш цикл-то и завершится. Ну а потом подождём выхода пары новых версий, может быть даже релиза. Ну хотя, какой релиз может быть в ближайшее время, когда это только ещё альфа-версия. Это даже не бета, не демо. Она вообще очень ранняя. Ну, в любом случае, поверьте мне, я буду следить за развитием проекта и не заброшу. Так. Делаем ставки. Ну это же как отобрать конфетку у ребёнка. Они просто режут тех, кто в наручниках. Ну мне кажется, кто-то тут ещё с ножом только что надругался над трупом охранника. Хотя я не уверен. О, что это у него? Над ним картинка с ножом. А, он напуган. Смотрите. Его напугали злые дяди с ножами. Дереться злым дядей с ножом. Что тут? Трепки. Так. Вот здесь только что... А, не, это всё тот же. Это всё тот же парень. Тайсон Портер. Он вообще зверюга. Посмотрите. Два трупа охранников. И к третьему, возможно, он тоже причастен. Прошу заметить. У меня почти все в наручниках. И... Как показал мой эксперимент, это совершенно не связано с наличием, либо же отсутствием одиночек. Они, в принципе, за определённые прегрешения надевают наручники. Просто здесь... А, они выдают определённый срок. То есть, получается, что выдаётся срок, и пока этот срок не выйдет, заключённый прибывает в наручниках. Чёрт побери. Быть может, мне действительно стоит снизить количество охраны. Отсюда уберём. Здесь двое. Ладно, отсюда уберём. Здесь не надо. Здесь не надо. Здесь вообще не надо. Пусть дерутся. Вот тут... Сделаем поменьше. И начнём... Массовые увольнения. Ну, вот сколько у меня сейчас охранников? Честно говоря, тоже не очень удобно, потому что мне кажется, что нужно показывать, так сказать, функционирующих. Потому что у меня здесь... Ну, посмотрите, сколько трупов. Очевидное большинство. А я не могу узнать, сколько у меня охранников по-прежнему способны выполнять свой функционал. Я же не сяду просто, знаете, пальцем вводить по экрану и высчитывать, сколько у меня там охранников, что живых. Мне это не надо. О, возможно, снижение количества охранников как-то повлияло. Потому что у меня сразу какие-то брожения начались. И гигиены. В основном недовольны гигиеной и отсутствием едвистости. Но я этого и добивался. Почему-то я не вижу, чтобы кто-то был недоволен отсутствием света. Хотя, казалось бы, это довольно-таки очевидная вещь. Так, где-то тут у меня был доктор. Ну, доктор, видимо, сейчас занят. Кстати, где он? Доктор? Секундочку. Ну, где доктор? Доктор... Доктор застрял в общей камере, оказывается. Ну, вроде бы всё здесь. Общую камеру уже... Обслужили. Что здесь? У меня такое ощущение, что с ним что-то не так, с этим охранником. Он бледноват что-то. Так. Ох, чувствую, не собираются они бунт устраивать. А ещё вы знаете, чего не хватает? Не хватает возможности продавать оборудование. Вот реально. Хотя, давайте попробуем нажать сейчас дамп. Если дамп мне принесёт деньги, то значит, это и есть продажа оборудования. Но я думаю, что они просто выбросят. Мне кажется, просто должна быть возможность продавать какой-то инвентарь. Поскольку тюрьма, она же будет перестраиваться. Ну, мне кажется, логично периодически перестраивать тюрьму. И почему бы какое-то подержанное оборудование не продать? Это же довольно-таки жизненно. Ну да, они просто... Ну, дамп это же, в общем, и есть. Сбросить, по сути говоря, в мусор. Вот они и сбрасывают в мусор. То есть я вот покупаю какое-нибудь дорогостоящее оборудование, а потом всё. Я его деть никуда не могу. Ну, мне кажется, ну сделайте вы так, что, например, оно продаётся... Ну, не знаю, за треть цены. Пусть даже за треть. Можно там по-хорошему за половину или больше, но пусть даже за треть цены, но его должна быть в возрасте. Проходи на двор. По двор. Может, дверь ещё убрать? Слушайте. Ну не, у меня тогда комнаты перестанут функционировать, потому что они должны быть обязательно закрытыми. Так, 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 так. Один во дворике бегает. Какой-то он странный парень. А, ему нужны упражнения. Вот он и бегает вокруг. Он очень хочет упражняться, поэтому я решил просто побегать кругами. Главное, уже вроде бы и деньги есть. Может, запустить электричество, поставить этот проклятый электрический стул. Давайте попробуем, если получится быстренько это сделать. Где-то здесь, где-то, где-то, где-то здесь были конденсаторы. Вот. Поставим несколько штук. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы запитать электрический стул. Ну что, ребят, да будет свет. Дождались возвращения Энергоснабжения. Что-то вот сейчас не понял. Почему не моментально свет возвращается? Так, утилитис. Ну, казалось бы, система энергоснабжения никаких изменений-то особенных не претерпела. Почему же... А! Включить! Конечно! Чуть не забыл. Включить-то надо. Достроим еще конденсатор, потому что боюсь, что этого количества просто не хватит для того, чтобы запитать электростул. Так, электрический стул у нас будет прямо здесь. Для него нужна, правда, специальная комната, по-моему. Так. Экзекьюшн. Вот здесь будет у нас экзекушен. Комната экзекуции. И сюда... Ну, там примерно... Ой, я не знаю. Примерно в центр экзекуции. Экзекуционной комнаты. Мы поставим электрический стул. И... Что такое? В чем дело? Да, слишком опасно, да? Зашибись. Ну вот что ты будешь делать? Давайте еще раз попробуем. Я сказал, электрический стул... Быстрее, ребята, стройте электрический стул. Не пугайтесь. Честное слово, это для меня очень важно сейчас. Стройте электростул, подлецы. Вот этот с ящиком. Электростул тащит, нет? Да-да-да-да-давай-давай-давай, неси. Давай, парень, я в тебя верю. Пока все спокойно. Ну, тут не сказать, что будет все спокойно, конечно, но тем не менее. Во, все. Красавчик. Так. И сюда нужно подвести ток. Обязательно, да? Стоп, а что это? У меня к нему подведен ток, что ли? О, а я думал, к нему прямо необходимо прямую линию подводить. Оказывается, что, в принципе, это не обязательно. Хотя у меня так и получилось, что прямая линия, по большому счету, к нему проведена. Потому что она проходит прямо рядом с ним. Очень удачно вышло. Давайте устроим показательную казнь. Так. Я сказал, показательную казнь устроим. Что-то у меня подсказывает, что показательную казнь-то тут устроить и нельзя. Так, ладно. Ну, скажем, вот этот парень. Да, смотрите, они его не ведут. То есть, по большому счету, я так понимаю, что либо я не умею пользоваться электрическим стулом, либо на текущий момент эта вещь просто не работает. Очень жаль, но, видимо, это... Хотя давайте какую-нибудь убийцу найдем. Тут же наверняка есть какой-нибудь убийца. Так, кто здесь у нас? Какой-нибудь страшнейший рецидивист? Ну, это пытки, пытки, попытка убийства. Ну, чё, нет убийцы, что ли? Ребят, ну серьёзно. Так, насильник. Нападение. Нападение. Где убийцы все, а? Вообще фигня какая-то. Так. У тебя что? Блин. Честное слово. Ну, давайте насильника там, что ли. Нет. Нельзя казнить. Ах. Да что ты будешь делать? Честное слово. Что происходит? Я просто же могу свечо сделать. Нафиг я конденсаторы демонтировал, если можно просто вырубить электричество. Эки, я хитромант. Да. Что-то пока как-то не очень идёт у меня с этим бунтом. Ни в какую не получается у этих ребят уже, наконец, нормально взбунтануть. Всё, на что способны эти слабаки, это устроить поножовщину в общей камере и перебить охрану. А пойти, так сказать, дальше, сделать следующий шаг. Устроив бунт с пожарищами, взрывами и захватом заложников. На это у них кишка танка, тряпки. Ну что ж, друзья мои. На этом мы завершаем не только данную серию, но и текущий цикл Призан Архитекта. Повторюсь, что как только в игре появится какое-то нормальное количество дополнительного контента, то я обязательно к ней вернусь, чтобы продемонстрировать этот вновь появившийся контент. Спасибо вам за то, что следите за моими видеороликами и каналом. И до свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok